Тебя слишком занимает что было и то что будет. Мудрецы говорят, прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано. Поэтому его и зовут настоящим. И что ж, всем привет дорогие друзья, с вами ваш Дакстер. И сегодня мы с вами поиграем в игрушку больше-меньше. Все такие, да, да, я хочу, думаю сейчас с ним на халяву все дадут. YouTube Space Muscle. Напарники. Тут все на английском, естественно перевести это очень сложно. Чпоньк, 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 чпоньк. В общем-то, ребят, вот такой вот получился видосик, вы тут все, конечно, обливались, да? Это мои подписчики, мои друзья, мои братья. Сейчас мы находимся на том самом месте, которое нам скинули в телеграме. Изи просто. Я тебя убил. Вы как? Пол миллиона просмотров над моим видосом, это ж просто космическая цифра. Короче, мы прошли пресс лаунж. Ребята, сейчас время фокуса. Смотрите, у меня есть колода карта. С вами Дакстер и добро пожаловать в Battle Cup Challenge. И, собственно говоря, уже на этом вот, да-да-да, вот этом вот новом канале будут выходить исключительно игровые видосы. Чпоньк. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер и добро пожаловать на юбилейный видосик. Все дело в том, что сегодня исполняется три года моему каналу и мне кажется, что выпустить видос, ну, я просто обязан. Миша, все фигня, давай по новой. Кто ж знал, что данный мем выйдет из-под контроля, и я уже во второй раз буду для вас записывать подобное видео. Собственно, дорогие мои друзья, подписчики, зрители, добро пожаловать в праздничный подкаст, посвященный трехлетию канала. А для тех, кто не в курсе, канал я создал три года назад, а именно 21 дня, 21 года, 21 века. Я очень сильно люблю все, что связано с красивыми числами, цифрами. Сегодня речь пойдет скорее не столько о цифрах, сколько о моем карьерном творческом пути, с чего я начинал, как развивался и к чему все это дело привело. Ну, опять же, небольшой спойлер, привело это к тому, что ты сейчас смотришь данный видосик, то, что ты знаешь меня как Дакстера, но очень много нераскрытых аспектов моей личности, моего творчества ты, к сожалению, может быть и к счастью, не знаешь. И как раз таки об этом сегодня пойдет речь. Поэтому прямо сейчас влепи большой палец вверх, напиши в комментариях, благодаря чему ты вообще узнал обо мне. Опять же, вспоминая весь мой творческий путь, с чего все это дело начиналось, в память сразу же как бы всплывает цифра 2014 год. И черт возьми, на YouTube я снимаю около 10 лет. Просто вдумайся в данную цифру, даже меня она определенным образом повергает в шок, потому что это дофига. Всю свою осознанную жизнь я снимаю видосы на YouTube. И за это время у меня действительно было множество различных каналов, я снимал очень много вариативного разного контента, что ты уже мог понять по заставке, соответственно, к данному видосику. И как раз таки начнем с вами именно с этого. Опять же, у меня нет никакого сценария, я говорю тебе чисто от души. Очень надеюсь, что я не буду много заговариваться. Видос не превратится в двух, просто часовой какой-то подкаст о моей жизни, начиная там с пеленок и прочее. Я хочу максимально информативно до тебя донести. Опять же, поделиться, возможно, каким-то опытом. И чтобы многие из вас, которые также пишут Дакстер как-то начать YouTube канал, что с этим делать, возможно, какие-то советы для себя из этого видосика извлекли. И уже, что называется, на моих ошибках учились, почему бы и нет. Собственно, с чего все это дело началось? Опять же, почему я решил именно сейчас рассказать вам об этом, а не на пятилетие канала, на десятилетие канала. Все дело в том, что, а что как бы, это, временить? Зачем все откладывать? Серьезно, три года, очень хорошая циферка, я обожаю троечку. Как вы знаете, это мое фирменное коронное приветствие. И завершить данный видосик мы с тобой сможем ответами на твои часто задаваемые интересные вопросы, опять же, которые ты оставлял в Телеграме. Но начинаем мы с истории развития вообще моего ютубничества, карьеры блогера и всего такого. 2014 год. Я залипаю на ютубчике, как многие из вас, ребята, кто моего возраста, смотрю различных блогеров, но особое внимание у меня привлекает человек, которого зовут Дмитрий Куплинов. Он снимает видосики, делает это максимально весело, интересно, атмосферно. То есть, с одной стороны, он играет, получает от этого удовольствие, кайф, что видно по его эмоциям, опять же. А с другой стороны, он этим делится со своей аудиторией и не только дает возможность каким-то ребятам, у которых, например, слабые компьютеры, у которых нету банального времени для того, чтобы всем этим телом заниматься. Он дает возможность еще и вместе с собой, со своими какими-то комментариями, пережить те самые игровые моменты, которые вообще за счет развития игровой индустрии в нашу жизнь пришли. И реально, в один момент я начинаю осознавать, что весь мой день, который, казалось бы, да, довольно однообразный, я там просыпаюсь, иду в школу, возвращаюсь, он ни в коем случае не обходится без просмотра по вечерам, особенно видосов Дмитрия Куплинова. И, конечно же, сам Куплинов очень много проходил различных роликов, но у меня в памяти почему-то очень четко засел образ, когда я прихожу из школы, делаю уроки, и именно зимой под чашечку горячего чая сажусь и начинаю смотреть летсплей Куплинова по лонгдарку. Это было капец какое классное время, и тогда я четко для себя осознал, я эту историю буду рассказывать еще много-много раз, возможно, там, опять же, на каких-то интервью, если вдруг кто-то у меня решит его взять. Вот, прям, знаешь, в моменте, помню, как вчера, сажусь, пью чаечек, за окном там какая-то метель, а Куплинов сидит в игре в лонгдарке и тоже там то ли разводит какой-то костер, то ли что-то делает. Короче, тогда я понял, что реально, ну, это не то, что 5D летсплей с максимальным погружением, это прям вот те атмосферные ролики, которые я хочу создавать, и которые я так же, как у Куплинов, хочу нести в общество, хочу доносить до своей аудитории. Первые 2-3 канала у меня были максимально такие, знаешь, несерьезные, в том плане, что я только начинал это все дело изучать, я тестировал разные программы для записи, я снимал абсолютно разные игры, то есть, по сути, в то, что я играл, то я и снимал, у меня был старый, хотя на тот момент очень даже неплохой ноутбук, Sony, у которого микрофон был встроенный под днище, там же, где и располагался вентилятор, и, как ты понимаешь, весь вентилятор глушил микрофон, я там где-то отголосками что-то начинал говорить, меня еле-еле было слышно. Всем привет, с вами Дакстер, давненько не было выпусков, и я все-таки решил это исправить. И тогда я понял, что технически я не могу выдавать пока что хороший звук, плюс у меня голос еще тогда не сломался. В один момент я понимаю, что, черт возьми, долго что-то как-то я снимаю видосы, а просмотров все нет и нет. И тогда я начинаю создавать свой еще один канал, уже который называется Дакстер, на котором в настоящий момент 34 тысячи подписчиков, скажу больше, до момента, пока его не забросил, там было порядка 38-39 тысяч подписчиков, и уже на этот канал, опять же, набравшись опыта в монтаже, набравшись опыта в создании превьюшек, купив хорошую камеру, я понимаю, что все, наступил тот момент, когда мне хватит уже тренироваться на тех моих прошлых каналах, я даже не буду говорить их название, потому что там реально прям вот отборный, хорошенький такой кринж, который можно будет только посмотреть в случае, если мы с тобой будем делать такой полноценный видос о 10 лет карьеры моей, что называется, на ютубе. И, соответственно, я создаю канал Дакстер, который до сих пор существует, на котором в настоящий момент 18 открытых видосов, за которые мне более-менее не стыдно, и то некоторые из них посвященные тематике детского контента, об этом чуть попозже, за них мне стыдно, но просто на них дохренища просмотров, они почему-то всем нравились, поэтому я решил их оставить и определенным образом переливать трафик из прошлого канала уже на вот этот наш нынешний. И уже на этом канале, опять же, весь контент, почему-то, начиная с летсплеев, начиная с моей основной цели, как бы для чего я пришел на ютуб, весь контент начинает смешиваться. В чем проблема вообще меня? Ты спросишь, вот главный, наверное, твой вопрос, Дакстер, а нахрена ты вообще создавал такое большое количество каналов? В чем фишка? Раньше я не понимал основной, вообще базированный, что называется, задачи ютуба и его внутренних алгоритмов. Как только ты загружаешь видос, который не связан с твоей основной тематикой, то есть ты снимаешь летсплей и внезапно такой, как сделать яблочный пирог? И этот яблочный пирог, не дай бог, стреляет и попадает в рекомендации и собирает несколько миллионов просмотров, а у меня как раз-таки на моем вот этом четвертом предшествующем канале так получилось с тематикой детского контента. Я загрузил видос про мистера Макса, в котором я решил, ну, в такой, знаешь, саркастической, юмористической форме высмеять тот факт, что он купил себе вместе с его батей игровой компьютер, ну, точнее, батя ему купил, логично, игровой компьютер, что-то там гигантской какой-то стоимостью, то ли лям, то ли что-то, для того, чтобы играть в Роблокс. Ну, то есть, понимаешь, суть абсурда, и этот видос стрельнул на полтора миллиона просмотров. В настоящий момент данный видос является действительно самым популярным из всего ютуб-контента, который я когда-либо создавал. И, что самое интересное, там около 25 тысяч комментариев. Полтора миллиона просмотров для ютуба, что тогда, что сейчас, это, ну, в целом, типа, норм. Но вот 25 тысяч комментариев, это реально то, чем я горжусь, потому что я смог сделать очень крутой байт в самом конце видоса, когда я разместил под различными циферками призы и сказал, что, типа, вот, напиши циферку в комментариях, и именно этот подарок ты получишь, там, на Новый год, на день рождения, что-то такое. И, казалось бы, максимально такая простенькая история, которую очень много блогеров даже сейчас делает, но тогда, в 2000 каком-то, то ли 19-м, то ли 18-м году я это сделал, и видос просто взлетел. Опять же, благодаря активу и прочим всем этим штукам. И логично, что полтора миллиона человек посмотрело, какая-то аудитория явно подпишется. И угадай, что эта аудитория будет ждать? Правильно. Контент про мистера Макса, про детский контент, про, вообще, сам формат, в котором я беру какой-то видос, и как многие сейчас тоже популярные ютуберы существуют, они берут видос и начинают его в своей манере комментировать. В этот момент я понимаю, что канал, он уже никогда не сможет стрельнуть, по той причине, что у меня большой, такой объемный достаточно пласт подписчиков и пласт аудитории хочет видеть детский контент. И с каждым новым загружаемым видосом я понимаю, что да, он набирает просмотры, как примерно сейчас с зайчиком существует история. За какие-то там на премьерах сидит по 100-200 человек, смотрят, ожидают этого видоса. В комментариях сразу же начинают строчить и писать лайки, сразу же какие-то реальные начинаем набирать. А игровой контент, то, ради чего я приходил на сам ютуб, не набирает ничего. Соответственно, мы подошли уже к моменту, когда я создаю вот этот вот канал, которому как раз-таки 3 года, на котором ты сейчас смоешь данные видосики. И пока что все хорошо, нормально, вроде как я очень жестко тематику, как я это делал на предыдущих каналах, вроде жестко не сменял. И это на самом деле принесло плоды. То есть уже на канал подписано 14 тысяч подписчиков. Мы с вами 2,5 миллиона просмотров в совокупности имеем. Движемся дальше, все здорово, все классно. Опять же, контент с зайчиком, благодаря которому пришло большое количество аудитории, мы с тобой меняем с другими летсплеями. Что как бы тоже идет на пользу абсолютно всем, потому что я знаю, что нужно, если ты летсплейщик, загружать классный, качественный и, главное, разнообразный контент. Вот. И в этом плане, конечно, все нормально. По поводу каких-то, опять же, планов я тебе уже сказал в новогоднем подкасте. То, что будем дальше бомбить, будем дальше все делать. И, соответственно, если вот так вот в общем говорить, опять же, о моей карьере, реально было очень много взлетов, очень много падений. Я прошел через несколько взломов своего канала, когда я реально думал, что все потерял. До свидания. Это я уже ни в коем случае не восстановлю. И на предыдущем канале, опять же, у меня также была подключена монетизация, с которой даже вот видос, который набрал полтора миллиона просмотров, я получил, наверное, в совокупности тысяч шесть или семь рублей. И, ну, по общим меркам, на самом деле, это тоже не так уж и много. Понимая, опять же, то, что десять лет я уже, можно сказать, отдал данной платформе, но я очень надеюсь и верю, что сделал это не зря. И мой контент тебе нравится, ты его смотришь. И, опять же, судя по комментариям, комментарии врать не будут. Тебе это действительно очень даже заходит. И, соответственно, сейчас мы с тобой потихонечку уже, наконец, переходим к нашей заключительной, так скажем, части, к ответам на вопросы, которые вы у меня задавали в Телеграме. И, возможно, по ходу ответов на эти вопросы, также какие-то мысли у меня будут появляться. Я буду это все дело комментировать. Итак, первый вопрос у нас от пользователя Баттер. По крайней мере, это те никнеймы, которые были написаны в Телеге, когда я записывал сам вопрос. Привет, сколько у тебя было каналов в общем? Ну, на этот вопрос я уже в целом более-менее ответил. Технически у меня было пять каналов, но только два из них воспринимались мной как что-то такое прям максимально ответственное, что я должен сидеть, я должен снимать, чуть ли не каждый день выкладывать видосы, потому что регулярность, потому что улучшение и, как бы, работа над контентом своим, делать это лучше не только в техническом плане, но и в плане каких-то комментариев, склейка и прочее, тоже очень важна. Какая у тебя любимая компьютерная игра? Спрашивает у нас Антонина. Слушайте, на самом деле, компьютерная любимая игра очень сложно, опять же, перечислить, потому что, ну, хотя бы, знаешь, может быть, жанр бы здесь бы уточнили. Я поиграл в большущее количество игр, опять же, за свою жизнь, и, наверное, по часам, просто, если смотреть по стиму и вот сейчас, во что я играю больше всего, это, как ни странно, Counter-Strike 2. Контента по нему вообще нету на канале, что, конечно же, я хочу исправить, потому что игрушка, хоть и многие ее сейчас хейтят, говорят плохой онлайн, все равно она меня как-то цепляет, и мне прям в кайф вечерком зайти, каточку сходить, там, в премьер-режиме, все такое, и, возможно, из этого можно будет сделать также какой-то контент, в том числе, поиграть в напарнички с моими друзьями, возможно, какие-то карты попроходить, сейчас это все дело начнет развиваться активно, и, соответственно, контент по CS 2 тоже появится. Поэтому в настоящий момент это Counter-Strike 2, нос что-то зачесался, как обычно, к чему? Правильно, к какому-то замесу. Сейчас будет жесткий замес, короче. Вот, но если смотреть, наверное, по игре, которая у меня, опять же, ассоциируется, может быть, с детством, без которой я вообще не могу представить свою жизнь, то, наверное, это да, все-таки Дакстер. Для тех, кто не знает, вот такая вот замечательная, замечательная игрушечка на PlayStation Partable в детстве у меня появилась. Я в нее играл, она мне очень сильно понравилась, и как раз-таки именно по главному персонажу данной игры я решил назвать данный канал. Следующий у нас идут два вопроса от Артема. Первый. Как ты учился в школе и какая твоя любимая музыка? По поводу моей учебы в школе. Опять же, я должен такой сделать небольшой дисклеймер, что множество было вопросов задано в телеге, но на некоторые я отвечу чуть позже, в каких-то других видосах. Мне кажется, что просто сейчас не время. А некоторые мне показались, ну, что называется, не совсем корректными, по типу, где ты живешь? Так я тебе и сказал, да-да-да. Опять же, не поймите неправильно, но когда ютубер палит свое местонахождение, его жизнь превращается в сущий ад, ему начинают просто долбить в дверь, и это еще в самом лучшем случае. Иногда есть просто какие-то лютые подписчики, которые не знают грани и, ну, реально жесть. Значит, в школе я учился отлично. Я окончил школу с золотой медалью, с красным аттестатом. Скажу больше, я и университет 4 года отучился, финансовый университет при правительстве РФ, тоже окончил с красным дипломом. Соответственно, я такой очень жесткий отличник, хотя, казалось бы, ни хрена себе, Дакстер как-то успеваешь и контент пилить, и учиться. Ну, вот как-то успеваю. И опять же, мой тебе пример, что если ты хочешь заняться ютубом, тебе вовсе не обязательно ставить прям на кон, идти ва-банк, и либо я выбираю там ютуб, либо я выбираю учебу. Нет, это все дело необходимо совмещать, потому что учеба, она все равно идет на первый план. Потому что в любой момент ютуб может закрыться, что-то сломаться, как-то не удалось, не завязалось, что называется, а без образования, сам понимаешь, сейчас никуда ты не попадешь. Следующий вопрос у нас от Виктора. Что тебя мотивирует не останавливаться на достигнутом? Мысль о том, что каждый из вас вечером, придя с учебы, придя из школы, может прийти, включить мой канал, налить чайку и погрузиться вместе со мной в замечательный, многогранный, удивительный мир видеоигр. Следующий вопросик у нас от Жени. Помогают ли наш актив и творение для продвижения канала? Скажу больше, не просто помогают, это базированные штуки, которые, без которых не может существовать ни мой канал, ни я как ютубер, потому что, если бы даже не было ни ваших комментариев, ни лайков, ни просмотров, ну, понятное дело, мотивации было бы ноль. Какая твоя самая любимая игра, и как ты с ней познакомился, пользователь Йона Драгон, или Йона, надеюсь, правильно прочитал никнейм, есть ощущение, как будто, когда я писал эти вопросы, вопрос был не про любимую игру, а про первую. Короче, если это вопрос был про любимую игру, я тебе вот говорю, Дакстер, если же, или же КС-2, если оценивать по нынешним меркам и по тому, сколько времени я трачу на вторую КС, что касается первой игры, то я на самом деле долго пытался вспомнить, что же это такое было, и наконец-то у меня в голове щелкнуло. Это была Рыбка Фредди, это тоже Point and Click такая детская игра на развитие, и Агент Спайфокс. Это две игры, которые мне подарили на диске вместе с компьютером, компьютер у меня появился, я не помню, лет в 10, наверное, может быть, чуть позже или чуть раньше, но вот плюс-минус где-то так. У меня тогда не было крутого интернета, тогда вообще мало кого был крутой интернет, у меня была такая флешка, модем, которая вставлялась, у которой была очень слабая скорость, там ВКонтакте еле тянул, но тем не менее все это дело именно Рыбку Фредди и Спайфокса я проходил, я очень сильно кайфовал от этого, и опять же, рассказывая вам о подобных играх, мне кажется, что очень прикольной идеей было бы создание рубрики ностальгии, в которой мы с тобой на канале бы проходили разные старые игрушки. Но опять же, возможно, что-либо на стримах мы с вами будем в это все дело играть, которые, кстати, очень скоро я хочу запустить, я ради этого даже поменял тариф, у меня раньше было 500 мегабит, сейчас у меня 1000, вот, так что все, если классно настроить, вебочку, все дела, должно очень классно быть, и какие-нибудь тоже такие еженедельные стримы, мне кажется, очень классно будет интегрировать. И следующий вопрос у нас от пользователя мира, или мира, опять же, очень извиняюсь, если вдруг никнейм читаю не так. Какой, по твоему мнению, смысл жизни? Кем или чем ты вдохновляешься? Как мне кажется, смысл жизни, опять же таки, почему здесь так жарко, реально? Причем, вот мне жарко именно в тех видосах, которые я начинаю снимать в плане подкаста. Возможно, я так волнуюсь, переживаю, не знаю, но на летсплеях такой фигни нет. Короче, как мне кажется, смысл жизни каждого человека в том, чтобы, как бы грустно это за ней не звучало, но тем не менее, умирая, всем придется рано или поздно умирать, жизнь не бесконечна, чтобы, умирая, человек не жалел о том, какая была его жизнь, как он ее прожил, чего он достиг, чего не достиг и прочее. Это если говорить глобально. Если там, конечно, рассматривать все это дело на конкретные моменты, то, что там должно быть счастье в каждом дне, каждый день ты должен становиться лучшей версией себя, это, безусловно, тоже. Но если вот глобально брать, мне кажется, что ответ должен быть именно таким. Почему ты решил создать канал на YouTube? Спрашивает меня пользователь с ником ВНКОМ. Здравствуйте, дорогой товарищ ВНКОМ. Я решил создать канал, как уже и говорил, для того, чтобы, во-первых, делать жизнь моих подписчиков более интересной, более разнообразной, потому что, я почему это говорю? Я не хочу сказать, что, типа, ваша жизнь скучная, какая-то однообразная. Нет, ни в коем случае. Просто, это удивительно, что один мой видос, просто даже понимание, что он был выложен у тебя как бы в уведомлениях, появился и был выложен на канале, может поднять тебе настроение, может сделать хоть чуточку, но, тем не менее, твой день счастливее, круче, интереснее, насыщеннее и так далее. И, вот, опять же, это тоже одна из основных целей, для чего я вообще создавал канал. Для того, чтобы стать виртуальным другом для тебя. Потому что, сказать честно, в той же школе, да и сейчас, я не был каким-то мега супер общительным человеком, и порой я реально прям вот осознавал, что не хватает общения. И играя, проходя определенные игры, общаясь с тобой в комментариях, я это общение, хоть и виртуально, но ощущаю, и понимаешь, что оно важно для, как бы, нас с тобой обоих. С одной стороны, для меня, я вижу какой-то фидбэк, понимаю, что меня смотрят, а с другой стороны, для тебя, что, ну, не знаю, банально, там, твои друзья из школы могут быть заняты, где-то что-то делают, уехали куда-то, ты заходишь на мой канал, смотришь видосик, и уже со мной, как тоже со своим другом, сидишь и проходишь какую-то игру. Это очень классно, и это реально одна из таких важных, как мне кажется, функций, и летсплеев, и в целом данной платформы. Будешь ли снимать видео с другими ютуберами или подписчиками? Будешь ли проходить старые игры? Спрашивает пользователь с очень сложным ником, который я не смогу выговорить, по поводу других ютуберов и подписчиков. Конечно же, очень важно делать определенные коллаборации, но просто пока что я не смог найти такого партнера, так скажем, для сотрудничества, пока что мы очень активно и классно, и в будущем это будет, безусловно, происходить. Снимаем с ребятами из Gamer Squad, у нас очень много пройдено уже совместных кооперативных игр, многие из них, к сожалению, мы забрасываем, но, тем не менее, это не потому, что мы такие плохие, а просто потому, что, ну, иногда возможности нету записать, потому что, сам понимаешь, одно дело мне собраться, просто сесть и записать видосы, другое дело, аж 4 человека должны подгадать время, у всех тоже учеба, работа, дети, внуки, ну, как бы, сам понимаешь, занятые люди. Поэтому коллаборация и с ютуберами, и с моими друзьями обязательно будет, и без кооперативов тоже представить данный канал невозможно, а что касается подписчиков, я думаю, что устроить какую-нибудь сходочку в одной из игр тоже довольно классная идея, и, безусловно, мы с тобой в скором будущем это сделаем. Далее у нас вопрос от пользователя Gintex, или же Gintex, HZ, блин, сложные какие у вас никнеймы. Как ты все успеваешь? Ты стал популярным из-за компьютерных игр? Два вопроса, многие также из вас писали несколько, там, порядка 10 даже вопросов в телеге оставляли, я выбирал, как мне кажется, самые интересные. Как ты все успеваешь? Короче, один из самых главных лайфхаков, который я понял, опять же, за эти 10 лет ведения каналов на ютубе, это то, что очень круто и полезно записывать несколько видосов подряд. То есть, ты уже настроился, ты разговорился, у тебя все хорошо с речью, у тебя все хорошо там с прической, ты сидишь и записываешь несколько роликов подряд. Есть исключения, например, если взять тоже наше прохождение Friendbow, есть момент, когда я просто затупил, я реально хочу увидеть ваши комментарии с советами, для того, чтобы, ну, то есть, должен выйти предыдущий ролик, предыдущая серия, чтобы следующую я мог записать уже с учетом ваших каких-то пожеланий. То же самое там связано с зайчиком, когда мы с вами выбираем по какой ветке нам прежде всего пройти. Невозможно записать весь летсплей по зайчику за вечер и потом его выкладывать. Но, в большинстве все-таки игр записать сразу же, например, там за несколько часов 2-3 серии, потом их смонтировать и на отложку на ютубе положить, это очень полезная функция, реально, ютуб без отложки я даже не представляю. И потом, например, в какой-то из дней, когда у тебя больше загруза, там по той же учебе, все это дело просто на автомате выкладывать, это реально один из лайфхаков, как можно успевать и выпускать контент сразу же. То есть я на выходных сажусь, снимаю там 5-6 видео, которые на протяжении недели выходят. Что же касается «ты стал популярным из-за компьютерных игр», данный вопрос вообще довольно кекнутый в том плане, что есть же Акинатор, это, кто не знает, сайт, приложение с таким замечательным джином, который отгадывает различных личностей, задавая при этом вопросы. И вот этот вопрос, прям я помню, он точно есть в Акинаторе, где он тебя спрашивает, реально, «ты стал популярным благодаря компьютерным играм? Или же нет?» Я вообще, если честно, не считаю себя популярным, и популярность — это очень такое абстрактное понятие. Есть понятие популярности, есть понятие медийности, есть понятие узнаваемости, и это все разные вещи. Возможно, я популярен в сегменте «Зайчика», в сегменте модов по данной замечательной новелле, но говорить о популярности в рамках всего Ютуба, понятное дело, пока что очень и очень рано. Это можно сказать только по видосу, о котором я тебе в самом начале говорил, «Мистер Макс» и вот эти вот полтора миллиона просмотров, да, тогда мое коронное чпонь услышало очень большое количество человек, мой голос, все здорово, и в том числе также были случаи, когда в комментариях уже под какими-то новыми видосами на этом канале мне писали, типа, «блин, Дакстер, знакомый никнейм, точняк, это ж ты, наверное, снимал видос про «Мистера Макса». Тогда, да, тогда какая-то популярность и узнаваемость присутствует, но все равно, тем не менее, говорить о том, что я сейчас популярный, конечно, нет. Как мне кажется, популярность это от, ну, тысяч пятидесяти просмотров, причем стабильно. У меня есть такие просмотры на некоторых роликах, но это, скорее, исключение из правил. Нужно брать среднее количество просмотров по всему контенту на канале и уже делать какие-то выводы. Вот. Но, конечно, если говорить о том, что 90% моего контента связано так или иначе с компьютерными играми, да, популярность будущая. Надеюсь, у меня будет именно благодаря этому. Собственно, на этом вопросы у нас закончились. Я вижу на своей записи 50 минут. Это просто жесть. Сказать, что я заговорился, не сказать ничего, но я надеюсь, что данный видосик мы с тобой, конечно же, обрежем. Я постараюсь уместиться плюс-минус 30 минут, чтобы самый сок из всей своей вот этой спичи тебе, соответственно, опубликовать. Но, тем не менее, вот такой позжуся ролик. Я тут реально уже весь как в баньке вспотел. Просто жесть, что реально, в чем прикол этих подкастов, потому что именно на них такой высокий градус, что называется, поднимается. Но, я надеюсь, что данный видосик тебе понравился. Я надеюсь, что тебе было интересно его послушать, то, что ты его не выключил после, там, второй или пятой минуты. И все-таки та аудитория, которой я интересен не только как летсплейщик и как автор видео по зайчику, а в целом как личность, как ютубер, тоже кайфанулись с каких-то, возможно, фактов. Вы благодаря этому ролику еще ближе познакомились со мной, потому что, опять же, я считаю, что нужно подобные видосы загружать, нужно вам рассказывать о каких-то этапах моей жизни, о каких-то, возможно, событиях, потому что, так или иначе, мы с вами комьюнити, мы с вами одна большая семья. Я снимаю для вас видосы, вы смотрите эти видосы, и не я не могу, ну, точнее, вы без меня-то можете существовать? Вам нормально, вам повезло, но я без вас, конечно же, никуда. Вот, поэтому еще раз поздравляю свой канал с тремя годами деятельности, что называется, я считаю, в эту честь можно даже поаплодировать, и дальше, больше, как я часто люблю говорить, не нужно ни в коем случае останавливаться на достигнутом, и фигачить, достигать новых высот, апать новых подписчиков, большее число, еще больше красивых циферок, видеть в графе подписчики как раз-таки у себя на канале, и уже скоро стукнет аж косарь загруженных видосов, что тоже довольно классно. Если вам понравился данный видос, обязательно поставьте ему большое палец вверх, также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать там все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов, и также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну, с вами был Ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи, и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну, а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.